Всем привет, с вами Killboss. Сегодня мы будем играть в Spintares. Я вам расскажу, в общем, что в основном представляет себе эта игра. И стоит ли её вообще покупать за такие деньги. Большие, достаточно большие деньги она стоит. 720 рублей на момент записи Steam Store. И сейчас мы наконец-то увидим, стоит ли её брать или нет. Интересно она. И вообще оценим данную великолепную, можно сказать, игрушку. Ну, наполовину великолепную, если честно. Итак, для начала нам нужно, конечно, снять машину с ручника. Снимается она на пробел. Я сейчас играю без руля на клавиатуре. Так как на руле сейчас вообще неудобно мне что-то играть. Снимаем с ручника и едем. В, раз, две. Всё это можно изменить в настройках управления. Вот здесь вот. Можно также от геймпада Xbox 360. Итак, чтобы ехать быстрее и приезжать всякие кучки, которые вы можете проехать просто так, нажимаем на Q. Ой, нажимаем на E английскую, то есть русская. И у вас включается полный привод. То есть крутятся все колёса. Эта карта у нас называется Побережье. В данный момент прохожу я её. Как я прохожу, я так открыл, смотреть, что здесь. Да как, я не проходил, я вроде ещё ни разу не открывал. Вот. Дифференциал, он доступен, полноценно доступен в аркадном режиме. Только в аркадном. Режимы симулятора, там уже намного сложнее, приходится переключать скорости. Но это вы узнаете уже из следующих уроков по сметажеству. Итак, вот. Дифференциал, он позволяет колёсам крутиться с одинаковой скоростью, с постоянной скоростью. То есть также нам поможет преодолеть всякие кочки, сугробы и так далее. В чём суть игры? Суть игры в том, чтобы возить всякие брёвна. То есть нажимаем F1, это у нас карта, и смотрим. Для начала нам нужно съездить на лесопывал, забрать там машину. То есть можем выставить себе. Ехать нам полкилометра. Достаточно много. Тем более по такой дороге. После чего возьмём... Ну, я даже сейчас с вами прямо доеду. Сейчас с вами прямо доеду. Так. Поехали на этой. Нет, сначала заедем к вам в ангарчик. Здесь также можно переключать скорости. Так, это у нас автоматическая коробка. Это первая. Первая с плюсом. Это тоже первая, как бы считается. Ну, просто первая. А это... Здесь скорость быстрее намного. Но если остановитесь и попробуйте завести, что у вас не получится. Машина просто заглохнет. Поэтому я обычно использую автоматическую, а потом переключаюсь на первую с плюсом, когда я уже еду. То есть по прямой дороге. Так же можно услышать, как здесь птички чирикуют. Так, устанавливаем ремонтные части. Машина стала тяжелее, поэтому я птичка будет медленнее. Да, законы физики... Ой, это назад. Законы физики здесь присутствуют, так что вы не удивляетесь. Немножко неудобно переключение придачи, но это не столь важно. Так, все, поехали. Зачем мне нужны ремонтные части? Чтобы, если что... Если я попаду там куда-нибудь, да? То починиться. Починиться можно нажав функции. Секунду. Починиться можно нажав функции. Здесь убрать ремонтные части, а потом кликнуть на машине, которую вы хотите потянить. Это мы сделаем попозже, если мы сломанимся вообще. Сейчас нам нужно ехать на той дороге. Вот как видите, я еду с включенным дифференциалом и включенным полным приводом. Ну, еду, можно сказать, без проблем. Тем более, такой маленький мосечки, да? А теперь я выключаю его дифференциал и полный привод. Скорость, конечно, осталась такая же, но сейчас, может, чуть позже. Кстати, вот нанесся урон. Давайте остановимся и починимся. Нажимаем функции. Также, когда останавливаетесь, желательно включать ручник. Так, нажимаем функции и ремонтные части. И чиним машину. Одно урона починено. У нас, по-моему, в УАЗике всего лишь 200 урона. Так, поехали. Даже может, прямо сейчас узнать. 300. 300. 300 урона в УАЗике. Так, на С у нас включается фонарик, но она сейчас не будет работать, потому что сейчас не ночь. Ну, видите, да, скорость поменьше. Если включим дифференциал и полный привод, то, конечно же, будет быстрее просто летать. Там у нас заправочка, это нам сейчас не нужно. Ой. Нет, видите, конечно, здесь на высоте. Просто на высоте. О-о-о-о, какая жесть. Передем потом вперед. Вот, мы нашли эту машинку и следуем сейчас ее. Ну, точно нужно к ней подъехать, чтобы она ослевывалась. Отлично. Останавливаем машину, ставим ручник, выключаем все, заглушим ее. Нажимаем функции, нажимаем пересесть. Убираем эту модельку. В этой модельке у нас есть топливо, отлично. И включаем ее, все включаем, отключаем ручник. Летим за бренышками. Да, здесь, конечно, очень прегнатично бренышки ложить. В прошлый раз я еле-еле это сделал. Сейчас заедем. Так, заезжаем сюда, поворачиваем. Ой-ой-ой. Вы чувствуете мощь эту машину, да? Ой, нет, я не знаю, что я буду делать. Это вообще полный кипец. Заметьте, у этой машины проще саммного больше, чем у УАЗика. Но это и понятно, она больше все-таки. Здесь как бы и вместимость топлива больше. Из-за того, что сама машина больше. Да, вот такие вот дела. Так, теперь останавливаемся, пробуем остановиться ровненько. Ровненько, чтобы ровно машина стояла в соотношении с прицепом. Останавливаемся. И установим длинные бренышки. Утоленый на распуск. Ладно. Средние бренышки. Расположите свой грузовик правильно. Мы неправильно расположили его. Вот, 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 вот. Все отлично. Бренышки установлены. Теперь включаем ручничок. И так, например, пробуем выехать отсюда. Если, конечно, это у нас получится. Какая жесть. Какая жесть. Да, вряд ли у нас это получится. Сейчас будет это сделать. Нет, стараюсь. Разворачиваемся потихоньку. Разворачиваемся, разворачиваемся. И... И... Нет, 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 нет. Да, давайте вот так. Разворачиваемся, попробуем. Давай, 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 давай. Нет, там вообще жизнь творится сзади. Вообще неудобно сделано здесь. Ладно, сейчас мы попробуем как-нибудь выбраться. Из этой... Хребаной... Лесопилки. Нам, кстати, нужно будет отвезти эти бревна. Сейчас скажут, куда нужно будет нести. На... Это лесоповал. А нам нужно будет на лесопилку завезти. Пилораму, вернее, лесопилку. Наконец-то, мы развернулись. Даже быстрее, чем в прошлый раз я развернулся. Ну да ладно. Так, пытаемся. Нет, 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 мы уже не въедем. Нормально, мы уже не въедем. Так, выезжаем потихонечку. Отлично, выехали. Ну, слава богу. Ибо это вообще полный пипец. Пытаемся вы... Ну, как видите, машина стала чужелее, по ощущениям, после того, как мы взяли бревна. Оно и понятно. Вот. Ой, сейчас я остановлюсь, пожалуй. Заглушим-ка ее. Просто я не знаю, серьезно, куда дальше ехать. Переседем. Пересядем. Нужно разведывать что-то хотя бы. Будет проблема небольшая. Вот туда и только если ехать разведывать. Если, конечно, там есть дорога. По-моему, в прошлый раз я ездил туда, и там ни хрена не было. Так, поехали на уазики. У меня уже урончик, да, есть немножко. Твою ж мать. Вот. Ненавижу эту херню. Просто вот такой маленькой скорости, да? А полуурона уже у уазика нету. Опять. Ой, господи. Жалко, что такие елочки маленькие. Они хоть и маленькие, кажется, что их можно легко сбить, но они ни хрена не сбиваются. Ой, что я делаю? Вот вы посмотрите на это прекрасное качество графики. Я сейчас без всякого сооказания не знаю для меня, но кажется просто невеликолепным на высшем уровне. Сейчас у меня, по-моему, настройка ставит максималки. Макс, 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 да. Только фильтрация маленькая, не очень большая. Но мне она, в принципе, не мешает. Если ее поставить, то ничего особо не изменится. Вот. Останется все то же самое. Как бы немножко правнее будет вот эта вся поверхность. Мне лично 4х больше нравится. 4х. Куда там ехать, понимаем? Вон, сейчас. Выйдем отсюда. Также в эту игру можно спокойно играть по сети. Может, как-нибудь поиграем там с кем-нибудь. Я найду с кем сыграть. Ладно. Так. Мне вообще не нравится. Не знаю почему. Но 4х мне как-то больше по душе. Вот. Что не так? Отлично вообще. Также можно заметить небольшую рябчатость. О, и тут вода, да, одна. Что делать? А, здесь вроде можно проехать. Ну, вот так вот как-нибудь попробуем. Да, я думаю, мы должны здесь проехать. Я много не буду проходить. Может, даже просто так чисто презентация. Я не знаю, вот посоветовать проходить вообще с Питарис или нет. Я, честно, мне эта игра не очень нравится. Ну, так не очень. Она скучная, достаточно скучная. Ой. Даже слишком скучная для того, чтобы в нее очень долго задротить. Но некоторые, по видимости, задротят. На ютубе я видел кучу видео. Дело в том, что половина людей не могут даже высказать свою точку мнения. А, и точку зрения. Застряли. А, все, я понял, почему застряли. У меня здесь фринсал был не выключен. Не могут высказать свою точку зрения. Мнение. Зрение. Хрен знает. Вот. И просто тупо ездят. Не знают, что они там делают. Просто ездят и молчат. Я вот... Мне серьезно не нравятся такие видео, где люди... Пол... Пол-видео, даже больше половины видео. Там, одну-две-третьих видео. Просто тупо сидят и молчат. Это... Это как вообще называется? Это летсплей или что? Я не знаю. Так, мы уже слишком много урона потратили. Ай! Вы только не застревайтесь, пожалуйста. Я, конечно, знаю, что можно спокойно отъехать назад. Или не можем. Или должны. Как, походу, мы за что-то застряли. Так, давайте починимся. Восемь очков осталось. Но вряд ли это нам поможет. Попробую включить первую передачку. И... Давай-давай-давай-давай-давай. Если мы застремим, то будет очень плохо. Так, что у нас тут? Я, походу, на той машине поехал. Нет, ну графика здесь, конечно, в высшем уровне. Все. Только... Ну, видите, как бы... Вы поняли, да? Вода прям сквозь машину проходит. Как будто у меня нет никаких затворов. Но это проблема. Конечно же, ни в одной этой игре. Смотрите, сейчас она станет грязней. Что хочу заметить. Что вот эти... Вот эта вся грязь, она... Не видна. В режиме по сети. В сетевом режиме, да? Вот. О, не знаю, как я сейчас буду ехать. Что-то не может добавить. Вот. Что такое... Почему урон наносится такой? А-а-а-а. Что за фитня? Приходится... Плядь, наверное, приезжать и забирать ее. О нет, смотрите, мы двигаемся потихоньку Потихоньку как-то продвигаемся На хрен поймешь Так, давайте я Пока мы здесь сидим Вроде урон небольшой, но вообще не наносится Покажу, как можно изменить время Можно вот этой вот стрелочкой Листать время То есть там облака, но солнечно и облачно Ночь, день и все дела Вот сейчас поставим на день, да Все, вот как бы Ничего не изменилось, сейчас поставим ночь О нет, я не так Можно прокрутить Да, вот так прокрутить и поставить ночь Вот отлично, теперь я вам включу фонарик Не понял А вот фонарик Значит включается на букву H H, это где русская Буква R Вот фонарик, вот такая вот стигня становится То есть впереди видно, а вокруг нас Становится немножко темнее Но мне сейчас не очень нравится Не очень хочется Так что я сделал где-то 13 часов В принципе Сейчас время практически столько же Нет топлива, твою же мать Когда Изменяя время Топливо кончается Не быстро, но кончается А мы сами изменили там довольно много времени Ладно Так как у нас режим аркада Или симулятор Не помню уже какой это называется Но в общем самый первый Который легче Мы можем вернуться спокойно в гараж Да То есть берем автомобиль И нажимаем дважды на гараж Нажимаем да Все отлично Все отремонтировалось Все на месте Так вроде заполнено Да у нас очки Все отлично Так, сейчас Я покажу вам Использование лебедки Я забыл заглушить эту херню Ладно, хрен ски Заводим тачку Тачку Включаем все Здесь, заметьте, нет полного привода Вот потому что машина такая все-таки Она как бы сама по себе не очень Так, давайте для примера Сделаем по-другому Заглушим, да, и Пересядем туда И как будто мы сейчас Просимулируем Будто мы застряли Сейчас какую-нибудь грязь Само грязь заедем И попытаемся Нас вытащить оттуда Путем лебедки Путем используем лебедки Ай, так Надо что-то сделать Надо выключить Все это Ну так же немножко Вот тут видите Анимация на колесах Ой, не анимация А грязь на колесах Она как бы не очень Но тем не менее С реально много Графика здесь На высшем уровне Все, смотрите Мы не только застряли Мы еще и перевернулись Твою ж налево Да, после того как перевернулся Мы не можем заводить двигатель Но это не страшно Потому что мы это и собирались сделать Перевернуть наш автомобиль Заводим движок Передача включена И съедем Включить дифференциал Вон наша машинка валяется Сейчас мы к ней подъедем Вытащим ее Вернее, постараемся вытащить Да Просто Просто как бы мы можем еще и не вытащить ее Ну в принципе я уверен в том Что мы ее вытащим Потому что у меня не такое бывало Знаете ли В сетевом режиме И побольше машины вытаскивали Уазиком Да Так, нажимаем значит на кружочек На такой вот Если мы хотим лебедку сзади Начало троса сделать Нажимаем назад Так, теперь Записываем конец троса Здесь, если мы хотим вытащить Двигатель заглох Так что сейчас он не включится Ладно Поехали Попытаемся ехать И Вот и все Вообще никаких проблем Сейчас сделаем так Чтобы Так Отцепим Снова Ставим Сделаем так Чтобы Там машина нажимала газ Когда мы едем Тоже нажимаем газ Вот Колеса Право Да Все Вот так И Я намного проще будет вытащить Вот как мы видим Как будто ничего не было Да Отвезем ее сейчас починить Ну вы видите да Нужно отключить Газ Ой Случайно отцепил Представим что там например Закончился бензин Сейчас мы ее отвезем Будет просто какой город Отстал Ну ладно Ну да Проходит конечно Свозь текстуры Но это Проблема Еще раз говорю Только этой игры Ну мы и будем С вами обращать на это внимание Хотя я Очень даже обращаю Хм Да ладно Ошибки Паги они есть везде Тем более что это Как бы недоработанная версия Я бы не сказал даже Что на полное Все Приехали Подчинились Можно установить здесь Всякие Стандартные Цепи на колеса То есть чтобы не фиксовать Там Бортовой прицеп Сцепку Тележка Фруктовая Фернес Бортовой прицеп Сцепка Что это за сцепка А Сцеплять какие-нибудь там Прицепы тоже Бортовой прицеп В общем Установим Цепку и бортовой прицеп А нужно Брать нафиг Так Сейчас покажу Сейчас покажу Как заправлять нам Леденчик Нашу машину Так Пересаживаемся Заводим Установим Бортовой прицеп Сплошечесый грузовик Правильно Что неправильно Сколожен Вы Вы что Мне вообще Такое Парите Так Бортовой прицеп Че неправильного Давай Бортовой прицеп Сверху на платформу Странно Чележка Фургон Два очка Гаража Ёмкость Цистерны Нужно Может Еще Дальше Еще Дальше Сейчас Попробуем Ну да Видите Эта машина Вообще Она как будто Совсем Совсем Ни о чем Ладно Это не страшно Сцепку Бортовой прицеп Отлично Ай Тачки Ремонт Это нам не нужно Это нам не нужно Нам нужен Прицеп Сцерна Установить Сцепку И прицеп Прицеп Сцерна Ой Какая Жесть Мы вообще Сейчас сможем А Ну сейчас Да мы В принципе Не сможем Она Хоть и тяжелая Но она Такая тяжелая Как те 1200 литров Которые будут В ней Находиться Потом Полного привода Конечно Не хватает Этой машинки Видите Мы уже Просто Так надо Отключить Вот эту Мы просто Уже просто Ой Наши колеса Передние Уже Прямо в грязи Застревают Да Ну Это в принципе Небольшая проблема И как Небольшая проблема Давай 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 Это Это есть проблема Но Мы Вроде Вроде Пока Справляемся Я хочу Вам просто Показать Как работает Эта Вся заправка Да Топливо Все остального Этих Я думаю Не очень Уграют на работу Но они Конечно же Учитываются Это не просто Это не просто Как декорация Да Все это Учитывается Все эти установки Все остальное О Ужас Скорость Просто Я вот как раз Только что 5 минут назад В гоночке Играл Да Я после этих Гоночек Просто не могу Спинтайз Играть Потому что Скорость Автомобиля Это просто Не знаю Какой-то бред Давай Ейджи Ейджи Камера здесь Ее камеру Конечно Много Много людей Просто ее Не хвалят Говорят Что типа Плохая Неудобная Камера Не качайте Не покупайте Все говно А я вам одно скажу Лучше конечно Купить игрушку Чем скачать Качается на стороне Там легко И просто Да Навесить Буквально там Максимум гигабайт С последним давлением По моему Ну в общем Как я качал Она весила 600 мегабайт Представляете Да Вот эта вот игрушка С такой графикой 600 мегабайт Я просто в шоке был Ладно Вот Весит она Максимум гигабайт Там Я просто качал Довольно давно Вот Вон там Уже Как называется Заправка Да Вот Качал я Довольно давно И в чем плюсы Лицензии То есть Которая стоит 750-20 рублей Плюс только в том Что Вы можете играть С другим Спокойно К сети Не в лицензии Вы не сможете Это делать Может и сможете Конечно Но там путем Танцев с бобном И всего остального Мне это вообще не нравится Мне это не нужно Проще купить Я думаю Лицуху Тем более Что на нее Иногда бывают Даже скидки Вот Скидки Вы сможете Наверное Посмотреть на сайте Которую Может быть Оставлю в описании Если не забыть Все Заправили 31 литр Цистерна О Литров Бензина Там Говорите Что добавить Может Что вообще Может вообще Не снимать Эту херню Нафиг Да Как некоторые Сразу говорят Пишут Погнали А если же Все таки Вам понравилось То поставьте лайк Отпишитесь В комментариях Что да как Что вы бы еще Хотели увидеть Какие игры Я все комментарии Читаю Читаю Только положительные Комментарии Естественно Отрицательные Мне как бы Не очень приятно Читать Но их приходится Тоже читать Они попадаются Довольно таки Часто Ну В принципе Критика тоже Никогда не бывала Плохой Да Вот сейчас Видели грязь Такая анимация Грязишки Но опять же Там все пиксельное Просто не прорисовали До сих пор Это я все думаю Будет прорисовано Может им скоро Но прорисовано Должно быть В последних Вновлениях Добавили новую карту Называется она Наводнение На ней я еще Пробовал только один раз Только тоже сыграть Мне она Честно говоря Не очень понравилась Так Вот там сюда Ибо Там серьезно Как-то Ну ни о чем Наводнение По воде едете Особенно на УАЗе Как-то бред Или там по-моему УАЗика не было Там были вот такие Вот большие машинки Так Видим у нас 78 метров Минзина Да Сейчас мы Это то же самое Что и как С починкой Да Как будто Мы приехали Да У него закончился Бедзин Бывают такие машины Распросные Они по карте Насколько я помню Есть где-то одна машина В этой точке Да Где-то здесь И там Стоит машина Она не заправлена Не починенная Не починенная Мы можем заправить Починить что-то Заблучить ее себе Итак Вот мы приехали Пикаем Нашу Нашу Супер 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 Тачку Попытаемся Но опять же Эти оголоски Камеры Кстати Как видите Физика здесь При повороте Иногда бывает Не такая Какая должна быть Где машина Ты вообще А вот она Ладно Сейчас попробуем Как-нибудь с такой Камеры сделать Вот Отлично Нажимая функцию Заглушим Заглушим По необходимости И Нажимаем сюда Забираем сначала Эту А потом Заграем Эту Вот Все Все заправлено Полный бак Все починено Заправлено В общем Все отлично Также можно Заправиться Здесь Забравка Бесконечная В гараже Не заправляется Автомобиль Никакой автомобиль Не заправляется Только если Его Респаунд Туда Вот так вот В общем Это все Что я хотел вам Сказать В данном Обзорчике Ну Обзорчике Всплеечке Я не знаю Если вам понравится Я конечно буду снимать Тальше Но сначала Я в принципе Немного здесь прошло Можно и потратить время Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Оценивайте Комментируйте Пока